короче ребят всем привет охот опять без официозы выпался это покатушки с проектом все твои как просили вот как просили то есть покатушки тем прикольно даже не надо выбегать девкам который нам не нравится чтобы показать вам какие-то там как мы с ними знакомимся еще что-то смотри камеру чувака глазок приделали вот и поэтому мы сейчас просто катаемся по москве ну как катаемся здесь у меня тут свиданка у кого-то что-то еще то есть пока время есть вот решили чем вам писнуть будут что-то набросали о чем поговорить поэтому придется о чем-то говорить короче прикольно что лишь red bull раздают просто девки стоят на парковке на выезде из парковки скажи чего-нибудь юр да я пока не знаю че пиздить на у меня просто в одной руке кофе в другой red bull поэтому значит сегодня будет какая-то энергетическая беседа о чем-то живом а наболевшим возможно там я не знаю ну на самом деле чем дофига раз давай начнем с того что вот мы юром еще ты сейчас говорю про вот этого чувака там что то есть у нас приходит в общем как предыстория такая нас приходят разные ученики как ни странно вот и среди них есть разные ребята там очень богатые какие-то которые взяли кредит то есть реально много было парней которые брали кредитную карту для того чтобы к нам попасть то есть зато чеку он замотивирован и пашет ну извините за мой французский да вот и к вопросу о том что некоторые выглядят нормально некоторые нет вот сейчас пришел парень он у него на первом дне уже все очень хорошо получается так что вот сейчас диман сказал что на чего охотнего будет летать там быть я нервно стою курю в сторонке вот он говорит что такая фигня что мол он работает ему там 35 там он развелся и так далее но то есть одежда обычная очень простая до машина простая там заваленный багажник всякой хернёй там видимо по работе какие-то штуки дрюки да и то есть вот такой вот дачек видимо все это время работал ему был недотелок он был женат а потом когда женой развелся понял что блин как-то и женщинами охота бы пообщаться вообще хотел отметить что каждый приходящий клиент в 90 90 процентах случаях выглядит каким-то унылым усталым каким-то подавленным 90 но блин ты черный мере сколько видел ярика вспомнить это ярик привет это же уникам то есть поэтому говорите да ну не 90 процентов 70 да то есть юра ты хотел что по этому поводу сказать что я как раз хотел сказать по этому поводу что как мне кажется у этих ребят у них не только там в пикапе какие-то сложности то есть у них вообще по жизни то все хреново то есть они приходят настолько уставшие то есть ему даже ну он ничего интересного про свою жизнь рассказать не может ладно там допустим как у меня там в пикапе не получалось но в остальном там сработать там что-то какие-то я хотя бы от жизни кайфовал да я к чему смотри многие думают что решив вопрос с девками да как бы якобы идут там за волшебной таблеткой вот об этом вот и мы еще придем мы вот там херово выглядим у нас плохая работа мы терпеть не можем у нас нет денег у нас жизнь какая-то скучная неинтересная да там ну в общем какой-то не кайф по жизни да то есть люди как же ты игра выразился что им по жизни не кайфово да то есть я не приходит думать часто нам дадут волшебную таблетку мы начнем соблазнять девок и жизнь покажется нам сахаром я на первом дне тренинга всегда говорю об этом что так где метод покатушки вот говорю об этом что тут надо не только с девками вопрос прокачивать а вообще вопросы ли личного счастья да то есть надо подумать что тебе нужно для счастья если нужна отдельная квартира там даже съемная значит надо этим позаботиться если нужно нормальной шмотки если нужно заняться здоровьем не знаю вылечить вставить зубы я вот тут короче меня не было денег нифига в молодости я запустил зубы реально половину зубов внутри не было они только снаружи были вот возможно такие вещи вам не надо говорить но хули мне от вас скрывать у меня не было возможности их вылечить реально не было денег просто потом сейчас как бы появились деньги не было времени долгого час как бы занялся этим нужно какие другие аспекты поправлять я хотел бы еще рассказать после того как я прошел свой групповой тренинг я приехал в гости тоже к чуваку он проходил месяц тренинг стас он из нижнего новгорода стас привет тебе если ты сейчас слышишь то есть вот вообще как бы стас очень хороший парень он выглядит нормально все то есть начиная свои подходы он там разогнался и были какие-то результаты я приехал к нему в гости я немного не то что меня удивило то есть чувак живет один в принципе у нее своя квартира но он видимо в последнее время настолько там разочаровался там жизни офигеть это называется халявный куда блять ну ладно так вообще по городу конечно нельзя гонять ну ладно что-то иногда взбодриться но это ты рассказывай ну ты говоришь про парня который в жизни разочаровался в принципе уже в пикапе пошли какие-то результаты но я сажусь допустим к нему в тачку дам да как бы тачка средняя то есть но суть в том что там везде какие-то тут блять бумажки здесь какая-то пыль то есть блять вот я могу сам на представь это снял в принципе в клубе пиздатую девку все но после того как ты и садишь свою тачку блять где у тебя там ну вот грязь сплошная блять вот все неопрятно везешь домой где разбросана одежда там зеркало заплеванное то есть вот таких моментов очень много вот и мы с ним переговорили то есть после этого он намыл на параде напали полировал для своей машин у нас отхуярил квартиру то есть уже не стыдно то есть надо прокачивать не только пикап еще какие-то другие у нас недавно приезжал мужчина да там 48 лет вообще нормальный мужик то есть ему надо отдать должен что взялся да вот в этом возрасте взялся за яйца решет вопрос решить да и он как бы а видно шампа жизни уставший то есть он блять там работает на стройке до всю жизнь он охуенный специалист я значит такой работа на стройке тоже надо блять поискать чувака который может там своими руками охуенно сделать без косяков какой-то ремонт вот но он уставший как бы от жизни от этой работы блять у него там естественно не так много денег потому что эта работа к сожалению блять в россии как бы там под застрял достойно да не не оплачивается и понятно что ну вот как бы женщине что он может предложить да то есть и особенно если это там женщина к это молодая красивая есть же тоже не то чтобы они циничны но им хочется жена одна да и хочется чтобы мужчина был там какой-то успешный уверенный там обеспеченный а получается у него у него там даже вроде бы как привести некуда девку или что-то такое то есть и получается те вопросы не решены ему одному наедине с самим собой не очень хорошо но не его не любой пример и как бы как девки с тобой будет хорошо как они будут тебе тянуться если ты по сам от своей жизни не кайфуешь то есть я сам с этим сталкивался у меня были времена когда я цеплялся за телок и для меня это было единственная радость жизни вот и поэтому ребята тут надо прежде чем начать женщинами надо сесть вообще и подумать крепко чего вас вставляет вот счастливы ли вы то есть если у вас что-то от чего вы кайфуете вот у меня друг санек ему похер на девок и сейчас у него появилась крутая тачка много денег там и они вообще ему сами звонят и дело не в тачке не в деньгах а в том что ему похуй вообще просто если не будет девок и мощи насрать он пойдет домой блин и будет собирать разбирать свои принтеры и он будет по локоть в говне хотя он можете позволить этим не заниматься но ему это в кайфе с него есть что-то что для него прикольно какой-то кофе сегодня походу волшебный а чё с кофе чувак вот короче чё я хотел тут вам сказать у меня тут всякие мы тут вообще очень смотрите да давайте по поводу тиндера я хотел тут сказать в общем я нарыл программ который позволяет сразу видеть какие девки тебя лайкнули вот кстати я тут короче изменила одну штуку вот и получается за три дня я перерегистрировался в тиндере за три дня у меня появилась 93 пары 94 была одна девка удалилась ну так вот мельком короче это все телки которым можно писать у кого-то там уже телефоны их есть и так далее да тут не в этом дело то смотри и мы тут недавно ехали с никитосом я с ним так по фейстайму разговариваю я сейчас сделал для себя такую штуку что это вот касаемо тех людей которые знакомятся в сетях то есть чтобы с ними зря не ездить не встречаться потому что приезжаешь там гном какой-нибудь жирный курящий прыщавый который совершенно не такой как на фотографии извини я просто поправилась на 30 килограмм фотка старая но чтобы эта херня не заниматься есть же фейстайм я девкам предлагаю давай созвонимся фейстайм и реально показывать практик что в этих сайтах знакомств столько задроченных и закомплексованных телок да так же как и мужиков видимо с одной я все-таки договорился там вам и созвонились она короче какая-то там с красноярска то есть такой некий говор прикольный я вообще люблю когда у людей говору ну юры тоже гола и это дает на какой-то шарм и колорит вот вятский до вятский парни хватки вятский класс и короче я прикололся говорю тебя такой прикольный говорю говор бла-бла-бла что так просто стебанул в шутку она на это так обиделась то есть у людей свои тараканы какие-то и я короче сделал следующую хрень я говоря тебе что ты стесняешься что ты провинциалка я опускаю окно нам хотят высовой головы считаю громко орать я колхоз после чего у детки были просто квадратные глаза это тут-тут-тут фейсдай погас а как же слилась вот это охуенная тачка смотри купе мэрс с класс бля она вообще супер дорогая чувак ну 13 может 15 но я думаю не самая дешевая хуйня это 11 пустая там знаешь вот так вот поднимаешь стекла сидишь да чувак не пали номера лишний раз я не зачем это вот и короче одна девка что-то я не буду разговаривать по фейстайм я говорю слушай а мы с тобой как вообще ты для чего здесь сидишь чтобы наверное там встретиться с мужчиной я говорю я привык знакомиться вживую я хочу посмотреть девушки в глаза когда с ней знакомлюсь вот были посередине то ты едешь чего а вот и суть в том что да тоже не могу ехать разговаривать быстро она гать но мы с тобой я говорю вдруг мы с тобой поженимся там еще что-то бля как уже он красив тима вообще как этот как пуля да и она готова вообще мы не поженимся этого не может быть там навряд ли мы увидимся я звезда я думаю вот зачем все это то есть вот такие девки попадаются ребята и лучше вы обязательно им звоните прежде чем встретиться потому что зачем приехать и потратить время на дорогу да там сидеть с ней после того как вы через пять минут после начала свидания понимаете что она какая-то унылая говно ты зачем вообще эта хрень да мы конечно можем сейчас начать девкам писать с тиндера или вызвать кого-то приколол может как у меня раньше блять была там грубо говоря одна женщина в месяц там блять да и как бы я не ехал там любой какой бы она ни была то есть сейчас уже там статистика больше я могу рассуждать что мне блять это ездить к это не такая же ситуация что блять никогда не так много девок блять там уже как говорится блять ну чё мы опять накосячили что ли лечо сука с телефоном нет я вообще конечно обычно не выхожу ладно похуй сейчас нас оштрафуют а я я не по этой ехал сейчас здрасте нарушил что-то а я уже думал я тут же автобусная я иногда забываю по ней езжу сейчас секундочку я вам документы достану так юр ты мнению не убивался глаза колом стадут все хорошо да спасибо всего доброго юрки пожалуйста подачи выпил два энергетика power system это спортивный это голубые что такие блять нет у нас обычно ребята едут в москву да они там два раза там три раза становятся там поедят там пять раз туалет ходят поэтому как бы едут блять чё-то юра говорит поедят в туалет справляйте свое здоровье вот а я вебал короче два энергетика этих до конца все я ехал просто блять я все переживал какие буду в москве первый раз на автомобиле сам за рулем да юра вот здесь вот днем ты охуеешь в будни и тут реально вот так вот здесь вообще это навигатор не а я тени про навигатор вот здесь мышь вот вот сам такой участок здесь половина едет туда половина едет сюда то есть вот вот здесь вот реально такой трудный участок если ты прям первое время просто выходи ночью ну садись за руль катайся чувак не хотел вот и мы малки mail маркин подключи там говорю в общем тиндер это вообще отдельная история там сайты знакомств ребят чтобы не тратить время созванивайтесь с ними по фейстайму они говорят там многие там очень много не неуверенных себе девок да если девка уверен в себе почему бы не посмотреть тебе в глаза не говорите что я хочу оценить они это так выставляют тёлки ты хочешь меня заценить ну как бы вообще-то да почему нет блять но можно это завуалировать сказать слушай я вообще как бы привык смотреть людям в глаза то есть и смысл там встречаться ну типа то вдруг ты блять не знаю уже волосатый мужик вас гендрить так что-то я хотел сказать так 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 смотри мы короче его тогда с тобой хотели поговорить о том как как ты в москве оказался вообще не знаю надо короче вообще запилить видос такой инфопродукт как переехать в москву как бы у каждого у меня тут у каждого самого знакомого другого своя история шамшурина на тренинг и как минимум сделать все правильно как минимум отличиться а расскажи юр как это было у тебя вообще ну изначально я говорю что я смотрел видео мы еще не про тренинг а про твой переезд да в целом то есть просто поэтому ребята если кто-то что будет говорить а не стараюсь и блять идите в жопу прям вот в жопу именно туда мы вам вообще ничего не впариваем да и разве не тебя перебил вот естественно что вообще мои слова были как бы блять все у меня уже кофе этот на втором там не тренинга я так поверил что у меня все получается и ты же сам него он сказал горит и чё блять вообще как бы но ты чуть еще тут почему-то еще не здесь то есть если вот возвращаться к тому вот юра в какой-то момент понял что в кирове ему стало тесно да или чё да не то что в кирове я когда приехал в москву блять я понял что все девки реально здесь блять они все здесь блять их так и так много блять ну реально захотелось на приехать но у тебя видишь какая мотивация у тебя там видимо все было уже хорошо это причем редкий факт люди в основном переезжают не ради девок а ради денег наверное да и ты решил что тут как бы тебя замотивировала движуха и девки то есть ну вот у тебя давать твою версию как-то у человека у которого там в его родном городе было все неплохо у меня было все неправильно у меня сейчас там до сих пор все неплохо и единственный критерий был почему я вообще сюда приехал изначально в москву на тренинг не складывались там отношения с девками так как бы мне хотелось то есть естественно я приехал на тренинг все прошел и без задних мыслей то есть я вернулся обратно как у киров думаю сейчас буду там продолжать но суть в том что блять придя в наш там в один из наших торговых центров я просто полчаса сидел в ожидании как нормальной девки то есть я уже считал себя уже таким продвинутым искал себе там какую-то хорошую девку красивую я реально за полчаса вот встретил я думаешь как я потом буду пикапе дальше в городе просто после москвы когда тут за 20 минут можно встретить каждую минуту приходит красиво да здесь практиковаться удобно ваться да то есть я тогда уже понял что если я сейчас останусь просто своем городе то это как значит а в самару сейчас приезжаю думаю бля кому мне ну там иногда люди просят там их попинать вот и я выхожу на улицу дома кому людей-то отправлять вообще то есть там реально нету их то есть там самом людном месте в самаре в самое людное время так как здесь в самом безлюдном самое безлюдное время как бы сейчас только не встал вопрос там у ребят то есть которые изначально не собирается в москву то есть я сейчас им скажу что в городе это вроде как бы в маленьком не получается пикапить, то есть они тогда скажут так нахрен нам, ну или какая-то реакция. Зачем нам вообще пикапить? Зачем нам вообще пикапить? Вот если Юра сказал, что там, блядь, в маленьких городах пусто, надо ехать в Москву, а мы в Москву, в принципе, не собираемся, то есть. Ну, Юр, ты сразу замолкаешь. Да я не сразу замолкаю, блядь, я просто, короче, не могу. Ну, что-то советую, что-то до конца договорить. Что я советую, блядь, ну, тут реально каждому свое, просто мне в Москве так комфортно, ну, реально, конечно, было немножко страшновато ехать, блядь, тут, там уже когда все хорошо, все устаканилось, бизнес есть все, и тем более, куда ты знаешь, там, блядь, в неизвестность пускаться в Москва сидит, блядь, офигеть. Вот, короче, ну-ну-ну, да. Я не могу просто мысль поймать, мы летим, блядь, мы летим быстрее, чем летит моя мысль, блядь. Блядь, мы едим в сотку, чувак, что ты начинаешь, блядь, всего лишь. Вот здесь, кстати, Дюран-бар, вот очень гламурное место, там внутри, во дворах, то есть, там вот, ну, как бы, мы прошлый раз тусили, там Галыгин ходит, ну, вот этот, который из Камеди, да, там Цискаридзе там был, короче, прошлый раз я там видел этого, Ираклия, то есть, там просто люди вот такого плана приходят туда потусить. Соответственно, там такие же тёлки, то есть, там был концерт Мазаева, вот, в прошлый раз, хотя мне похуй на Мазаева, ну, я зато вспомнил песню «Первый снег, первая ночь, по весеннему Арбату ты идешь». Нет, там все равно, там синергия, когда все крутые ребята в одном месте. Нет, там очень круто, и там реально отборные тёлки, вот, просто, блядь, вот, то есть, короче, нас с Саньком, вот, с моим другом, нам на 100 пиздило, что нас могут не пустить в клуб. То есть, у нас такая штука, что, как бы, в Москве так, в общем, ребят, то не из Москвы, здесь вы можете быть нормально одеты, нормально выглядеть там, вы приходите в клуб, и какой-то чувак, который меня последний раз, 4 раза за ночь не пустили в клуб, и я вообще взвесился, блядь, последний папагей был, что меня в Барбадос не пустили, просто, блядь, Барбадос нахер. И там стал какой-то охранник такой, у него на лице было написано 9 классов образования, и он мне говорит, чувак, вы не проходите, я говорю, почему, просто, вот, знаешь, видимо, ему, может, мои тапки, блядь, блестящие, не понравились, или ещё что-то. Как у Майкла Джекса. Да, и неважно, короче, он меня не пустил, блядь, ну, там, по легенде, с нами был просто брат Санька, и он был в клетчатой рубашке, видимо, может, из-за этого. И, короче, нас всё это заебало, и мы решили ходить там в нормальные места, вот в Дюране, допустим, что мы делаем, мы скидываемся втроём за стол, стол стоит 45 рублей, возможно, сейчас кто-то будет опять говорить, Шамшурин выёбывается, Шамшурин, я езжу на колени, блядь, и не выёбываюсь. Ребят, я это говорю не для того, чтобы выёбываться, я это говорю, чтобы вы послушали и подумали, блядь, я, сука, так же хочу, потому что, хотя, возможно, это далеко не идеал того, к чему нужно стремиться в жизни, блядь, подумай, в клуб сходить. То есть мы втроём снимали, меня когда-то мотивировала зависть, сейчас она меня мотивирует. То есть мы втроём снимаем столик, допустим, скидываясь по пятнахе, и идём, короче, зато мы не стоим ни в какой очереди. Там перед нами чуваки на их шестом подъезжают, им говорят, извините, вы не проходите, мы проходим дальше за ними, они говорят, у вас столик снят, они говорят, да, проходите, пожалуйста, блядь. Садимся за стол, то есть тёлки сами садятся за этот стол, потому что они видят, что чуваки сидят на столе, там, ну, за столом вернее. То есть, ну, мы как-то вот взрослеем, в общем, и мы теперь тусим вот так. Это должно радовать. Хотя иногда хочется просто сходить в караоке, как вот в одном из последних, и нажраться там в говно, блядь. Бехеровки, блядь. Да, бехеровки, и что там, вы говорите, какие-то говно, блядь, а Никитос не поил, блядь. Что же я хотел сказать-то? А, ну, про переезд в Москву, то есть, ребят, там очень многие пишут, спрашивают там, когда ты всё расскажешь. Короче, попробуйся коротко. Я на самом деле, а что, чувак на дороге стоит, похуй вообще. Там, выкатывает машину. А, я думал, он просто стоит, а ему похуй. Смотри, блядь, что за прикол вообще. А что, ехать-то можно, нет? Что, блядь? Какой-то он просто вообще космический. Там какие-то эти бородачи, блядь. Какие-то серьезные бородачи, да, приехали, блядь. Видимо, это. Майкин-ты. Спокорить именно, блядь. Спокорить в тюрьме. Смотри, короче, что я хотел сказать-то, блядь, про серьезные бородачи. Да, то есть, я, в принципе, никогда не планировал. То есть, вот, я не знаю, ты, Юр, думал вообще заранее о том, что переехал? Нет, я мечтал когда-то переехать в Москву, когда мне было там 20-25 лет, блядь. Но там я уже сейчас, как говорится, корни пустил. И, знаешь, сотрясать воздух, думаю, да хули мне уже, куда ехать, в принципе. То есть, ну, всё уже есть, квартира есть, там работа есть. И, ну, вроде бы, всё хорошо, там только осталось, там, с девками наладить. Ну, так не получалось, там, по каким-то причинам. То есть, они у каждого свои. Хотя в большинстве они похожи, блядь. Все мы, там, боимся за что-то, блядь. Отказов боимся, подходов, там, боимся, блядь. Ну, вот. Короче, я вообще не планировал переезжать. У меня сначала мой лучший друг Миша Гринберг уехал в Германию, с которым мы пикапили сутками напролёт несколько лет подряд. Потом ещё кто-то куда-то. Потом один друг в Китай уехал. Потом, короче, у нас такой чувак есть. Я не знаю, Саша, если ты это увидишь, ну, как бы, я к тебе, конечно, хорошо отношусь, но... То есть, как бы, я тебе открыто говорил, что ты алкаш, блядь, и тебе с этим надо что-то делать. Ну, я думаю, ты даже это не увидишь. То есть, у нас есть такой друг Саня, короче, бывший друг. Он такой бывший модель, в общем, красивый, высокий парень. Но такой прикол, что, я не знаю, то ли программа рода, то ли что-то где-то он проебался. Он раньше всех переехал в Москву. Всё время нас зазывал, как бы мне было похуй. Хотя я там что-то тыкался, мыкался, пыкался. Блядь, Тим, сними какой-нибудь прикольный дом высокий. Да, я людям покажу вообще масштабный. Вообще, люблю эту самую штуку. Вот, и, короче, этот Санек раньше всех переехал. Потом он нас уговорил, Санька вернее. И мой друг Шкляр, короче, взял и переехал в Москву. И получается, он говорит, я переезжаю в Ован. Я, знаешь, вот в этот момент только что-то меня осенил. Я думаю, блядь, а я-то здесь что один делаю? То есть, а что я буду тут вообще делать? Как бы у меня все разъехались. Я тут вообще кончу там с тоски. У меня была мысль, что я приеду в Москву, буду работать каким-нибудь менеджером, клерком, не знаю, параллельно заниматься пикапом. Но хотя хотелось, конечно, только заниматься пикапом. Да, и так получилось, что я переехал. Потом, как я делал? Я сначала, у меня появились какие-то клиенты в Москве. Я сначала приезжал к моему другу Олегу. Мы вместе на тренировку ходили по боксам. И я у него неделю жил, обучал чувака, приезжал обратно в Самару. В Самаре две недели кантовался, потом опять какой-то клиент появлялся. У меня там индивидуалка стоила, допустим, самая крутая, там полтинник. Ну, я там чистыми, без жизни у Олега, без дороги, там, тридцатку оттуда, типа, зарабатывал. Вот, и, в общем, потом я Олегу, видимо, совсем на стопиздил. Ну, ему надо отдать должное. Олежка, если ты увидишь эту видоску, что, как бы, я сомневаюсь, но я тебе искренне благодарен. Ты позвони. Потом, да, надо его бухать, кстати, пригласить как-то. Блядь, отличная идея вообще. Олег Жирнов, короче, охуенный чувак. Если кто-то его знает, ребята, ему от меня огромный респектус вообще просто. Блядь, в натуре надо Олегу позвонить. Вот, и, короче, прикол в чем. Потом меня вот этот Санек вдруг переехал к этому вот, к модели бывшей, к этому чуваку. И они как бы вместе сняли хату на Марьиной рощи. Я вписался у них. И все бы хорошо. И какие-то клиенты потихоньку-потихоньку пошли. Просто вот этот вот, который нас всех перетащил в Москву, он начал бухать. Сначала по чуть-чуть, потом просто каждый день по-черному. И у него сейчас реально там вторая или третья стадия алкоголизма, хотя чуть-чуть прикрою повыше. Чуваку, блядь, сейчас. Ну, я сейчас открою. Чуваку, короче, там тридцатник. Потом он начал курить спайс каждый день. И когда, блядь, я помню, короче, мой друган с ним накурился. Я не знаю, можно это показать вообще или нет. Ну, просто не знаю. Я с ним отдыхал, в общем, там, в квартире. И после того, он говорит, когда тот взял нож, ну, под измененкой какой-то, начал бегать с ножом, махать вот так вот ножом, кричать, там, визжать. Он говорит, я понял, что мне надо оттуда съебываться. В общем, я... Здесь, кстати, очень престижное место, такое дорогое. Ресторан, чайка, да. Вон, какая-то старая ебучая ламборджини. Реально старая. Вот. Хуйня. Вот. И, короче, прикол в чем, что... В общем, я оттуда свалил. Этот чувак приходил ночью, блевал там на стены, не знаю. Один раз насрал в раковую, блядь, в ванную. Ребята, извините за мой французский, я говорю как есть, да. Там все время какой-то шум, гамма. И я понимаю, что вот у меня 80 тысяч накоплено. Это все мои деньги вообще, которые есть. Я думаю, надо сваливать. Нашел квартиру как-то быстро довольно. Нашел за неделю, причем посмотрел всего два варианта. И первый вариант был такой прикол. Приезжаю, смотрю, нормальная хата на текстилях. И это бабуся, хозяйка такая. Ух ты, девка, смотри. Рыжим не сдаю. А это таксист или можно ей что-нибудь сказать? Ты думаешь? Да, она так сидит просто. Да ладно, хер с ним. Сейчас очкарик на меня набросится и отпиздит. Вот, смотрите, то есть, что я говорил-то. А, и все ништяк, хата прикольная, короче. Все вот прям вообще нормально. Она говорит, ну есть один нюанс, думаю, блядь. Думаю, что же за нюанс-то вообще, короче. Она говорит, я живу в соседней квартире. Я думаю, как в соседней? Не то, что в соседней, а вот, знаешь, вот карман общая, дверь железная, там три квартиры, например, да? Она прям в кармане в этом живет. И вроде бы все заебисно, знаешь, вот. В коридоре, знаешь, как собаки. Думаю, да, будут прислушиваться, сходить там, как бы. Ну и, короче, вот какая-то стрёмная штука, да? И в итоге, в общем, я ее не снял, эту хату. Расстроился. Потом нашел вот эту, на которой сейчас живу и уже как бы съезжаю. Ребята, все хорошо, больше вы не увидите видео с шоссе энтузиастов, потому что я устал стоять в пробках на шоссе энтузиастов. Все, в пизду шоссе энтузиастов, ребята. Оно стоит вечно. Хотя хата прикольная, просто я хочу вот оттуда переехать ближе к центру. Вот, прежде чем пока свою не купил. И, короче, у меня было 80 тысяч, я все эти 80 тысяч отдал за квартиру. Там был депозит, была риелторская и была сама цена. Ну и все, собственно говоря, как бы. И думал, что, ну, блядь, как-нибудь выкручусь, как-нибудь выкрутился. Правда, после этого тоже, сейчас секунду, было разное время, было и пусто, и густо. Да, были моменты, когда было нормально с баблом, а было, что пришлось пойти в Альфа-банк, оформить кредитку, потому что мне тупо нечем было. Причем это было года два назад. Мне просто нечем было заплатить за хату, то есть вот настолько было все это. А давай я тебе спрошу еще, Анты, когда вот, допустим, я сейчас перед тем, как ехать в Москву, сразу же для себя там послал, не то, что там цель, а чтобы не бояться Москвы, я так и понял, что вот, ну, думаю, я приеду сейчас, вот, допустим, там, ну, на полгода хотя бы получится, не получится, то есть, как бы, ну, как сказать, обманул себя. А знаешь, какой прикол, что не получится обратно вернуться. Ты здесь поживешь, приедешь свой Киров и скажешь, ебать, я сюда не хочу возвращать. Но с концами было уезжать страшно, то есть, поэтому я себе сказал, что я не с концами еду, а на разведку там на полгода, то есть, я тебе хотел спросить, ты когда уезжал, ты тебе тоже говорил, что... А я вот сейчас, дай бог, я вспомню. Все бросаю, короче, там, знаешь... А Юра, нечего было бросать, я был просто конченым нищеебом, блядь. Я ездил на автобусе 110-м, Богдан, желтый такой, блядь, Самара, Красный Яр. И в какой-то момент меня это так взбесило, эти гопники, эти бабки, блядь, это ебучий автобус, который в 8 часов вечера последний уходит из Самары в Красный Яр. Если ты проебался, то ты потом, блядь, думаешь, как тебе добраться или где заночевать и так далее. И я себе когда-то поклялся, что никогда в жизни я больше в этот автобус не сяду. Сколько раз было моментов, то есть, я никогда в жизни в него не сел. И сейчас, когда я обгоняю его, допустим, когда на тачке еду в Самару, я смотрю, в автобус, думаю, бля, я так туда и не сел, в этот автобус, хотя иногда хочется поприколу. Это то же самое, что в метро, ребят. Я два года ездил в метро, был подземным жителем метро в Москве, это депрессуха, реально. Люди задроченные какие-то, ну, уставшие с вами проблемами. Вот, и когда я так хотел тачку, сука, ну, отдельная история, как я покупал машину, не буду это говорить сейчас. Я же ее взял в аренду, как и все в Москве, все в аренду, даже этот мост в аренду, блядь. Все в аренду, сука, просто, да. Что я скажу? Да, сейчас, что-то я хотел сказать про метро. Ну, что там все заебаные, реально. Да, и, короче, не, в чем прикол-то я про метро говорил, что... Ты тогда вспоминай, я сейчас просто хочу подытожить, что два варианта мы сейчас выявили, да, переезда в Москву, то есть они оба реальны, то есть это один, ты все бросаешь и едешь, как бы, а второй ты едешь на разведку, то есть и оба они работают, то есть вы для себя можете выбрать более... Ну, да, себя обмануть, это, кстати, полезная штука, может прокатить. Потому что я не мог все бросить, потому что я там зарабатывал на квартиру, только сделал там хороший ремонт, и думаю, а что, смысл мне валить и тут начинать опять ремонт. Ну, вот видишь, Юра, у тебя было все там заебись. А мы, ну, ты говоришь, там, может быть, у тебя там такое возражение, что, типа, я сейчас все брошу, а в Москве будет все херово. А у меня-то было все херово. Смоляя начинать. Поэтому, мне кажется, таким, как я, колхозникам, было проще переезжать всегда, потому что, ну, мне нечего терять. Ты говоришь, там, что тебе терять? Нечего терять, Юр. Я как раз хотел сказать про метро, что когда у меня не было тачки, я так ее хотел, мне так было стремно ездить на это метро. Ну, первое время по приколу. Потом, когда уже все там, блядь, живешь и думаешь, блядь, как это метро заебало. А потом, короче, прикол в том, что купил тачку и сейчас, наоборот, в метро заходить по приколу. Думаешь, блядь, тут вообще клево, короче, ну, так иногда позабавятся. Там всякие фрики, блин, и дети какие-то ходят, не знаю. И девки, да, самое главное, что есть еще. Есть иногда даже девки, да, что самое интересное. Чего и, да? Вот. Что-то я хотел сказать. То есть, про переезд, да, у всех разные причины. Ну, ребят, кому нечего терять, у кого там все совсем херово, так вам вообще, как бы, что терять-то? Попробуйте. Скажите себе, да, я хочу попробовать. Хули нет. Жить можно изначально в хостеле. Хостелы здесь дешевые. Думаю, надо нормально работать. Жить можно в центре. 500 рублей, грубо говоря, там, есть за сутки. То есть, ты платишь 500 рублей в сутки, если ты за месяц там с ним. Ну, это кто вот, кто может быть хочет и не верит, что там... Не, я хостел вообще, как бы, Юра, неприемлемый. То есть, ну, кому как, да? Нет. Я и в пионерские лагеря не ездил никогда. Я корпоративы никогда не любил. Просто я уверен, что кто будет смотреть видео, там, они пока может быть не все зарабатывают столько, сколько там ты там зарабатываешь, да? То есть, не могут там сразу себе позволить снять квартиру. То есть, квартира там минимум 30-ку надо. А я вот, короче, ездил не так давно в Самару и встретил Макса. Макс, тебе большой привет. Большущий. Ты... Я даже не знал, что ты, оказывается, смотришь мои видосы. То есть, у нас в классе... Как бы... Так, скажи, где мы увидимся. Вот, у нас в классе, короче, в принципе, из всего класса, ну, дайте я опять повыебываюсь. На самом деле, один, наверное, только нормальный чувак, ну или два, это я и Макс. Все остальные спились, остались там в колхозе и так далее. И Макс такой прям говорил, Вован, говорит, я реально сам просто не могу понять. То есть, я помню, как ты на велосипеде ездил на стройку. Это было прям вот несколько лет назад. Говорит, как так? То есть, взял, переехал. То есть, для него это был шок. Если честно, ребят, я сейчас вот оглядываюсь и сам думаю, а хер его знает, как так? То есть, как-то получилось, парни, просто, ну, надо пробовать, да? То есть, это там отдельная тема для разговора. Можно сейчас видос там затянуть, хрен знает на сколько часов. Я сейчас... Я сейчас... Подожди, да, насчет свиданки. Сейчас я позвоню замечательной девушке. Ну, не выключай. Нет, ты вообще камеру не выключай, чувак. Не выключай, я не выключаю. Ты уж не снимай ее, как бы, прям вот совсем, ее при ее. Ее при ней, бля. Да. Так она танцует стриптиз. Нет, она не танцует стриптиз, но она такая очень сочная. Так. Сейчас, ребят, погодите. Прям две секунды. Алло. Жанночка. Здорово. Че ты, в центре уже? Навыхина. Офигеть. Ты во сколько... Тебе сколько ехать до центра? Там вот эта ветка, она... Где пересекается с... Кузнецкий мост? Ну, где тебе удобно? Давай, я там просто туда подъеду, на тазу и все. Просто начинай говорить. Нет, смотри, в центре сейчас пробок нет. Мне будет приятно тебя подобрать. То есть, ты скажи, где ты вылезешь, я туда подъеду. И примерно через сколько, чтобы я туда подъехал. Давай, короче, метро Кузнецкий мост, да? Я забью в навигатор тогда, прям возле метро встану. Где-то через 25 минут. Все, давай, до встречи. Давай, целую. Ребята, вот тут, короче, там какие-то умники начали писать про... У меня был видос, где я в метро с девушкой знакомился и застегивал ей ботиночки. Там что-то завязывал шнурки, может, помнишь, не знаю. Я помню, она справа стоит. Вот, и они тут что-то... Где тот самец, на которого я подписался? Там мужик, блядь, там позиция снизу. Ребят, вы вообще гоните, блядь, не в ту сторону. То есть, основное, как бы, кредо, основное, чему я вас вообще учу. Опусти. Ты очень классно выглядишь, кстати. Ну, я лежу посредством глаз. Или у тебя там снизу кентавр какой-то сидит. То есть, ты не человек, а лошадка или что? У тебя лицо красивое, как минимум. Всего хорошего тебе. Блядь, какая суровая детка. Вы как поняли, блядь? Это надо так себя не любить или я не знаю. Ну, она какая-то странная, да. Видите, у всех свои заеба, ребят. Что я там говорил-то? А, про то, что... Вот смотри, вот здесь, короче, мы тогда чуть не попиздились. Тим, с тобой же были? С этими гондонами. Потому что, по идее, сейчас вот надо заранее влезть. Можно? Эй, мужик, в очках. Девка пропустит нас. Блядь. Просто вот они, короче, умники, что делают? Вот тут все нормальные люди стоят в пробке. Потому что там только одна линия на стрелку. А какие-то чуваки на Opel'е прям вот так вот доехали до самого конца. Как, блядь. Ну, я раньше так делал, когда был помоложе. Потом подумал, ну его нахуй. И вот так вот вклиниваются. Я их, короче, не пускаю, прям жопа в жопу встаю. Они прям в наглую лезут, знаешь. То есть, вот, ну ладно там, блядь. Блядь, и потом начинаем закусываться. Они типа, что ты на хуях разговариваешь? То есть, реально там чуть до пиздилов не дошло. Ну, вот что за народ? Что за народ, скажи мне, блядь? Вот. Хотя, конечно, тоже посреди дороги стою. Но о чем мне, блядь, объезжайте. Зато я честный коммунист. Что-то я говорил про позицию снизу, сверху. Ребят, тут самый главный прикол. Можно? Отлично. Спасибо огромное, мужик. Самый главный прикол, что надо делать то, что хочется. Если мне хочется подарить девушке, не знать, цветы там. Я вот сегодня девушку увидел там одну, когда-то мне нравится. Мы с ней просто недавно познакомились. Пошел с ней, сходил в аптеку там, что-то там, я не знаю. Какие-то конфетки ей купил. То есть, мне просто хочется искренне сделать ей приятно какую-то радость там. То есть, это не потому, что я это делаю, как многие 90%, чтобы соблазнить, что понравится, надо подарить, купить там и так далее. Да, аварийку. А просто потому, что, ну, блядь, надо делать то, что хочется. Если мне захочется ее поцеловать, как вчера был прикол, короче, я еду, ну, хотя, блядь, не, не буду рассказывать, потому что эта девушка смотрит, она смотрит мой канал, чувак. Да ладно, блядь. Вот, и что я хотел сказать-то, блядь? Что-то много разных тем. Подожди, я тут себе еще что-то набросал, про что я хотел. Это то, что, если ты хочешь, блядь, можно подарить там цветы, там конфеты, что-то такого. Это нормально, ну, то есть, надо заглянуть внутрь себя. Мне правда, действительно этого хочется. Мне хочется искренне сделать ей приятное. Я же могу ей подарить цветы, а в этот вечер ее там, не знаю, трахнуть пальцем. То есть, ну, не показаться, что я олень. Если ты даришь цветы, потому что так тебя научило общество, и при этом стесняешься на пятом свидании поцеловать или взять за руку. Ну, чувак, вот это тогда проблема, это пиздец. То есть, это реально не просто проблема, это жесть. А если ты при этом, как бы, ведешь себя как мужик и делаешь какие-то штуки, которые тебе хочется, почему нет? Да, вообще она тебя пярится. Бля, он хочет тебя, Юр. Кстати, вчера был знаменательный день, вот, про тему, как переехать из колхоза в Москву. То есть, кстати, видос надо назвать, как переехать в Москву. Хотя мы, конечно, пособие для гастарбайтеров не придумали, но мы потом отдельно снимем пособие. У нас про вариант уже есть. У меня убиралась бабусечка дома. То есть, впервые в жизни, ну, как бы, вот я бывший, как бы, нищеброд. И я смог себе позволить такую штуку, что вот я пригласил бабушку, там, одну, там, нашел ее через друга. Заплатил ей трешку, и она у меня за эту трешку шесть часов отпидоривала мою квартиру. Просто там она вылезла все, там, краны, которые я три года не мыл, там, как бы, это тоже показатель какой-то. Для меня это лично показатель. Я это делал не потому, что я тут какой-то олигарх решил выебнуться. На самом деле я не успеваю, да, и подустал, и подумал, блин, ну, пусть она сделает все нормуль. Тем более, если я буду переезжать, я хочу сдать квартиру, как бы, хозяину в нормальном состоянии. Потому что он нормальный мужик, у нас нормальные отношения. Вот, и что-то я хотел еще сказать. А, ну, как бы, хотел сказать про Инну Гомес. Мы что-то тут говорили про медийных личностей. А. Там, в этом Дюран-баре. Это Инна Гомес? И, как бы, когда, ну, я вывел ее из магазина, там, за ручки, она, там, примерно, есть, там, семейная девушка, да, она, там, говорит, я глубоко замужем, бла-бла-бла, то есть, никакой телефон, ничего, там, речи быть не может. Фиг с ней, мне было просто приятно, то есть, настолько приятная женщина. Я говорю, у вас, типа, знакомое такое лицо, она говорит, я, типа, это, Гомес, я думаю, что за Гомес, блядь, ну, я телек не смотрю, потом я уже пробил в интернете, очень прикольная девушка, вот, и, то есть, блядь. Света, короче, раньше, когда я жил в колхозе, вот это вообще был писк моды, Света, охуенная музыка. Вот, и, короче, про эту Инну, то есть, вот, 45 лет я пробил этой женщине, это же пиздец, она выглядит лет на 35, просто шикарно, причем, если там видно какие-то инъекции, вообще никаких инъекций, то есть, она, наверное, у нее естественная красота такая, у нее была с ней какая-то подруга, там видно, что она там прям сделанная такая, а это, блин, вот, просто, вот, прикинь, вот, каждому дай бог, чтобы была такая жена, чтобы, вот, чтобы 45 лет жена выглядела вот так вот, да, блин, вообще прикольно, Светка. Ну, тут еще далеко же, да, или что, будем выебываться на камеру? Далеко, но, не, ну, как бы, ну, ладно, блядь, очкарик, тебя можно. Это ты ехал, смотрел, да, нет? Это он, да. Нет, ну, повернулся он на нас. Бля, хочу вот ночью погонять на тачке, там, без телок, без, без никто, короче, давайте на днях как-нибудь прокатимся. Без телок, без никто, блядь. Да, ребята, по поводу чека, там всякие умники, которые у тебя чек горит, да, блядь, у вас на колене чек не горит, ребят, заебись, его там просто нету. Ладно, я все шучу, на самом деле, смотрите, чека нет. А, и расход, кто-то сказал, 20 литров, но, ребят, когда включаешь динамику, динамик, да, то есть она реально живет 20 литров, как бы, ну, хули. Просто, как бы, я не парюсь, там, по поводу того, сколько она живет, тут, а просто в ощущениях. Как говорил великий чел, не надо париться, экономить. Наоборот, надо стараться больше зарабатывать, верно? Чем экономить. Да, тут такой прикол, что ты вот уже, чувак, извини. I'm so sorry. Вот, что хотел сказать. Смотрите, то есть в этот день, когда выходит этот видос, выйдет два видео, да, возможно, первое уже увидели или уже увидите. То есть, ребята, сегодня в 00 по Москве, значит, с 27 на 28 число открывается запись, старт записи, который будет всего два дня на тренинг онлайн про 2.0, в котором, опять же, Юра, наряду с другими моими помощниками, будет вам помогать, расскажет свой опыт, то есть он будет вас допинывать, подпинывать, советовать, то есть он будет в чате поддержки. Там еще будет Тима, там еще будет Никитос, там еще будет Диман, там еще будет Ваня. А, Коля, Ваня не будет, да. Там будет пять нормальных мужиков. Езжем делки. Да. Езжем здесь, да. И эти парни будут помогать. Ребята, значит, те, кто ждал записи на онлайн-тренинг, вы ее дождались. Будет всего два дня. То есть она откроется вот сегодня ночью с нуля часов. То есть если у кого-то там во Владике разница по времени приличная, вы можете с утра уже пойти в банк. Видеоинструкцию, как оплачивать, как получать ссылку, вы видели вчера. Сейчас, секундочку, ребят. Алло, да, слушаю. Алло. Да. Иван по поводу... А, да, да, здрасте, Иван. Ну мы завтра приедем, только я не знаю в какое время. То есть проснемся, да поедем, как бы после обеда, скорее всего. Ну или приедем, наберем вас или что, или как бы... Или как. Он тоже хочет, чтобы пропустили вообще. Я понял. Ну все, ну мы завтра подъедем там просто, я думаю, там может быть после трех там вот так вот посмотрим. Как бы надо проснуться. Все, спасибо за звонок. Да мы завтра решили сгонять на тест-драйв. А, я с вами, да? Да, на тест-драйв. Ну надо только подумать во сколько... Может заснять тоже, по приколу? Не знаю, короче, посмотрим. Мы завтра решили сгонять на тест-драйв Porsche Cayenne. Я не сказал бы, что это машина моей мечты, да? Но вот что-то, я думаю, на Cayenne еще не катался. И когда мы переехали в Москву, мы постоянно ходили с другом на какие-то тест-драйвы, на автосалоны. Смотрели просто на тачки, то есть вздрачивали на них, да? Ну это и скорейший путь к цели, когда ты пытаешься вот ощутить, как это вообще круто за этой тачкой. Нет, не вздрачивал ты. Нет, ну это образное выражение ее. И как бы мы хотим прокатиться на Cayenne. Хочу посмотреть вообще, будет ли это прикольно. Потому что, в принципе, меня эта тачка устраивает более чем. Вот. Так, ребята, сейчас мы что-нибудь еще умное скажем. Ну если вообще это умное, конечно. Еще раз, значит, ребята. Сегодня в 00, те, кто ждал онлайн-тренинга 2.0 Pro, те, кто хочет увидеть меня, Красочкина, всех остальных парней и научиться чему-то, мы в свою очередь дадим вам максимум того, что знаем сами, ребят. Останется только сгруппироваться с кем-то из вашего города, взять себя за яйца, да, совместный, пойти, сделать, порвать ваш город, поставить его на уши просто. Мы обязательно это сделаем. Смотри, там будут отдаваться ссылки, да, где, как найти в городе. Да, да, нет, там эти парни будут, да, они будут состыковываться обязательно, там, о, с Марио Ломбардос остановили, блядь, позырить, наверное. Они просто позырить, наверное, стали, блядь. Что, ребят, позырить остановили? Прикольная тачка, да? Обычная Жигули. Обычная Жигули, блядь. Не, ну я бы не сказал, что это Жигули, а что это такое, это, Галардо, Диабло, блядь, что это? Обычная Жигули, блядь. А этот какой-то там, этот чувак с гор орет, азо остановили, азо остановили, блядь, азо остановили, блядь, кого там изводил это. Смотри, в общем, это, такой прикол. Ребят, давайте завтра пишемся на онлайн. Те, кто записались, вам всем вышлют ссылки, я уже там говорил в инструкции, как это все будет происходить. Не проебите свою новую жизнь, ребята, на самом деле. Вы не для того родились, чтобы просрать свою жизнь, чтобы просто смотреть на телок, думать, блин, вот классно, я бы ей. Ребята, это все может быть вашим, вот этот ломбардос, там еще что-то. Вот эти парни, хотя, наверное, на весь аул купили себе этот ломбардос и катаются по очереди. Как у меня дружбан говорил, он в сервисе работает, и там на гелике приехали парни с гор такие. Я, опять же, очень классно, лояльно, по-доброму отношусь к кавказцам, они все разные, милые, ну, интересные по-своему. Вот, но он говорит, приехали к кавказцы, и этим говорит, а вот на гелике, говорит, а вот есть резина Б.У. То есть, бля, у ребят них, ну, у них лишь есть какой-то командный дух, да, то есть они, как, блядь, они скидываются баблом, да, там, блядь. Один чувак переехал сюда, они ему скинулись там всем табором, короче, бабками помогли, он здесь закрепился, там, укоренился и так далее. То есть им проще в этом плане, да, они друг друга поддержат. У нас почему-то в России как-то, блядь, все кладут хуй друг на друга, да, и это не есть хорошо, потому что, вот, блядь, тут надо отдельное, конечно, отдельную тему делать для этого, вот. Что еще вам сказать, ребята, что-нибудь хочешь сказать, Юра? Юра, добавь что-нибудь, что-то надо. Скажи что-нибудь. Кофе, кофе ушло, да? Нет, у меня ничего не ушло, просто у меня такие темы были спокойные, то есть в авансе они все на такой энергетике, я уже просто думаю на следующее видео перенести, потому что... Я хотел просто добавить, вот, про чувака я рассказывал, то есть, который, допустим, там, прошел тренинг, у него все получалось, а по итогу, когда вот я приехал к нему в гости, там, это неприбранная машина, вот это... Это ты про кого говоришь-то вообще? Стас, я его знаю. Стас, да, то есть, как бы, ну, клевый чувак, вообще нормально. А, с Питера? Нет. Нет, с Нижнего Новгорода. Тут, это у большинства людей такая фишка есть. Можете, я перебью? Да. В общем, ему еще девка предложила секс заняться. Да, 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 бля, вообще он забавный тип, он на меня, короче, типа, обижен, что я ему времени уделил личное. Это другое, это другое. Нет, это он. Это из Питера. Не-не-не. Да, да похуй, не важно, ну и что, Юра? Ну, суть в том, что прокачиваться нужно не только в пикапе, то есть, а еще, ну, во всех других областях, то есть, это реально, если ты ездишь на тачке, блядь, прибирай свою машину, содержи ее в порядке, живешь в квартире там, блядь, ну, содержи ее тоже в порядке. То есть, если везде бардак, если ты даже научился пикапить там хорошо все, то есть, ты должен очищать то место, куда ты будешь приводить. Ну, это к вопросу вообще, делай себе комфортно по жизни. Вот эти чуваки, которых я постоянно вижу на манежке, которые, блядь, каждый день, я там, ладно, работаю, но они каждый вечер там дрочатся, блядь, там бегают за девками. Как бы для чего? То есть, я в свое время учился для того, чтобы потом на этом заработать, там, чтобы людям потом этот опыт, эту практику передавать. А они-то для чего? Вот, и получается, что я знаю точно про них, что половина из них живет в общаге. Блядь, ребята, вы лучше вечером пойдите, бабки заработайте, блядь. Или подумайте, как их заработать, чтобы снять квартиру отдельно. Куда вы эту девку потом поведете? Вы не думайте об этом. Почему к нам приходят ученики и говорят, ну, у которых там нет отдельного жилья, слушай, а куда мне водить? У них второй вопрос возникает. Почему я говорю, что девушки, они всегда мотивируют, женщины, они реально, это самый лучший мотиватор. Желание обладать самыми лучшими или самой лучшей женщиной, на которой люди будут просто там молиться, вздрачивать, оборачиваться, и которая будет при этом идти тебя гладить, такая, блядь, по голове, там, поговорить, чувак, там, ты у меня самый лучший. Это же пиздец, это для мужика. Просто такой укол адреналина, блядь, и энергии, да, то есть он горы свернет, если будет такая женщина. Только для этого нужно создать и условия, чтобы она куда-то пришла. И получается, да, люди начинают думать, бля, короче, я научился знакомиться, там, соблазнять, не знаю, там, проводить свиданки, приходить к сексу, а куда мне везти-то ее? А некуда. Нужно квартиру хотя бы снять, нужно бабок больше заработать, нужно еще что-то, еще что-то. И, короче, начинают вот одно за другое цеплять. Поэтому вот как бы лично про себя я могу сказать, ребята, без прикола, меня вытянули женщины. Не какая-то конкретная, не какие-то отдельные, просто само по себе понятие. Вот женщины, это то, что вытянуло меня из этого говна. То есть желание нравиться женщинам, желание быть с ними, желание найти там свою любимую, которая все еще поиск ее в процессе. Это вытянуло меня из деревни, из нищеты, из чего-то еще. Неважно, если бы даже я зарабатывал чем-то другим, а не этим, я бы все равно сказал, что тут больше всего меня толкали женщины. Поэтому, ребята, подумайте, что мотивирует вас. Не знаю, что еще сказать. Наверное, надо сказать, что на этом серия, блядь, поспокойной ночи, малыши. Хотя это видео выложим утром. То есть это видео выходит 27-го числа утром. Вот. И что скажешь, ты мне не знаю. Нормально снять? Много рассказал, много прокатались в Москву, посмотрели. Мы еще никак не привыкнем. Я когда вот как бы на камеру, все равно мне хочется какие-то пафосные речи. Я хочу быть собой. Я, в принципе, сейчас уже почти такой, какой я сам и есть. Просто когда-нибудь, не знаю, мы пойдем в баню, вон просто с чуваками там напьемся и возьмем камеру и будем снимать, блядь, наши, наши гомосящие игры. Да, возьмем Тиму с камерой и, соответственно, да, просто будем что-нибудь пиздеть на камеру. Вот, ребята, еще по поводу внутренней честности, я сейчас вот готовлю какой-то видос, вот накидываю, что вам сказать, по поводу внутренней честности. Мне эту тему накинул Макс Красочкин, он, конечно, по поводу этого какие-то гениальные вещи говорит. Я сейчас сам прохожу коучинг у Максима Красочкина, то есть я плачу ему деньги, хожу к нему раз в неделю, то есть он мне дает задание, то есть полноценная работа идет. Вот, и по поводу внутренней честности это очень круто. Ребят, спросите себя честно, да, если коротко, вот, те ли женщины с вами, да, то есть вы действительно хотите ебать ту девушку, которая у вас есть? Вы действительно хотите с ней там жить дальше там и так далее? Кстати, по поводу Ярика, вот, то есть он собрался жениться, я думаю, что до этого уже и не дойдет. Ну, то есть если мы сейчас спасем человека от, ну, брака, который ему не нужен, когда женщина с ним ради денег там, она его сейчас контролирует, хуесосит там и так далее, и мы ему открыли другой мир, что можно с девушками общаться по-другому, у него каждый раз такие инсайты, блядь, просто. То есть, ну, вот, если мы его спасем, это будет очень круто. Внутренняя честность, ребят, сами себе не пиздите, потому что многие живут херово во всех отношениях, да, вот, как вот эти парни, которые приезжают на тренинг там задроченные. И говорят, блядь, у меня вообще все классно, чувак, кому ты врешь, блядь? Мне-то ладно, ну, ты себе не ври. Самое главное, ребята, не врите себе, не наебывайте себя. Поверните налево. Вас устраивает то, как вы живете. Если вы скажете, да, блядь, я вас просто, вот, не знаю, возвышаю в своих глазах, потому что я всегда даже по-хорошему завидовал людям, у которых все хуево или там ничего нет, а они говорят, блядь, у меня все классно, мне ничего не надо. То есть умение радоваться, конечно, текущему, это тоже очень важный момент, потому что... Почему люди, допустим, цели откладывают, написание целей, там, ну, не хотят копаться, там, вот, в этом... Потому что они привыкли с нами. А потому что это дискомфорт. Настоящие цели пишутся так, чтобы ты писал и охуел, чтобы ты испытал обиду, блядь, злость, горечь, какой-то дискомфорт, что, блядь... То есть, когда ты пишешь цели, ты должен понимать, что то, чего ты хочешь, и то, где ты сейчас, да, между этим и этим огромная разница, блядь, огромная пропасть. Может быть, я там пишу, что не верится, да, как бы там, блядь? А поэтому люди не хотят, во-первых, им не верится, во-вторых, когда ты искренне сейчас, да, когда ты искренне пишешь цели, и когда это реально глобальная цель, а ты находишься сейчас далеко не там, то есть, по-хорошему должны быть прям негативные эмоции, блядь, типа, ну, как же так, то есть, вот... И когда ты злишься, то есть, злость, это тоже круто, потому что злость дает энергию, ребят. О, Баладинка, а... С каким-то чуваком. Да. А может, он поскатывает? А, нет. Не-не-не, это я, друган какой-то. Что ты говорил там, Юра? Мы приехали. Мы приехали. А, да вот, по поводу написания целей, то есть, ну, если ты решил, почему ты решил, что все, ну, из-за чего, как ты думаешь, все откладывают? Ну, он же сказал, дискомфорт. Ну, потому что никому не охота понимать, что то положение, где ты сейчас находишься, да, и то твое желаемое положение, да, чего ты хочешь. То есть, никому не хочется увидеть огромную пропасть между тем и тем, чувак. Ну, у меня такое мнение, почему все откладывают. Потому что, ну, как бы ты ни жил, почему я говорю, что, да, чувак может 20 лет просидеть в тюрьме, тюрьма, это, конечно, самое некомфортное место, наверное, да, выйти, и через месяц он бессознательно пойдет, кого-нибудь ебнет, короче, его пасают обратно, потому что ему там комфортно. И как бы там ни было плохо, он уже не знает другой реальности, да. Если вы живете в жопе, в нищете, там, без девушек, долгое время вы привыкаете. А когда вы пишете цели, если вы пишете с внутренней честностью, если вы себя не наебываете, то реально же, блин, получается, я-то на самом деле хочу вот этого, а я-то вот здесь. И вот это расстояние между желаемым и действительным, оно обычно повергает людей в какие-то разные состояния, чувак. Я в пирамиде, как ты рассказывал на тренинге, помнишь, чем выше, тем меньше людей, чем вершина пирамиды. Вот в Казах смотрите еще вопрос, я просто про цели, я почему опять же спрашиваю, слышал просто два варианта, то есть это, когда ты прописываешь цели, то есть там надо либо ставить, либо себе Porsche Cayenne, допустим, либо, ну, какой-то там поддержанную иномарку тоже хорошую, то есть, как вот, допустим, либо Porsche Cayenne, там, 6 миллионов, либо поддержанная там иномарка какая-то, она тоже, в принципе, крутая, но, допустим, там, 800 на 1000. Какие рамки-то, то есть, которые вот... Нет, смотри, то есть, по-хорошему, как я считаю, то есть, должны быть... При зарплате, вот, допустим, в 20 тысяч на сегодняшний день, там, как бы, я и хочу, и Porsche Cayenne... Смотри, значит, должны быть цели такие, то есть, ты должен, ну, как бы, заявить письменно, да, и цель, которую ты хочешь, цель максимум, и потом посмотреть на вещи трезво, и, ну, человеку, который зарабатывает 10 тысяч в месяц, сложно представить, как он будет зарабатывать сотку. Вот, я вот об этом... То есть, ему надо, значит, написать про сотку, что он ее хочет, ну, подумать, блядь, вот было бы пиздато, но он не знает, как это на уровне ощущений. И потом, как бы, примерно прикинуть, то есть, могу ли я в два раза больше, ну, я бы так сделал. В два раза больше, это реально. Когда он зарабатывает в два раза больше, он говорит, блядь, двадцатку смог, а дай попробую полтинник. То есть, ну, я к своим целям, и, как бы, тут же главное голову настроить, потому что, когда ты живешь в нищете, 20 лет самим сознательной жизни, ну, это очень хуево. То есть, как бы ты ни старался, у тебя мозг-то еще там. То есть, и почему, когда некоторые чуваки, поднявшись, заработав денег, там, резко как-то здесь в Москве, подходят к девушкам, они могут себе позволить, там, не знаю, покатать их на дорогой машине, сводить в дорогой ресторан, клево одеваются, но они подходят к девушкам и чувствуют себя, особенно с девушками таким, ну, в дорогих заведениях, хуево, потому что он внутри еще пока по привычке тот маленький, хуевый, задроченный, бедный мальчик, да, которому плохо, и который считает себя хуже других. То есть, сознание, оно, как правило, это, оно важнее, чем то, что на самом деле, потому что, почему миллиардер быстрее станет опять миллиардером, если он был миллиардером и разорился, да, чем чувак, который никогда не был, ну, и никогда, никогда им не было. Потому что тот чувак помнит на уровне физиологии, да, что такое, когда у тебя куча бабок, он это на уровне ощущений помнит, поэтому, я говорю, когда вы будете свои цели ставить, там, какая-то тачка, сходите, посидите в ней, блядь, попробуйте на ней прокатиться, там, возьмите у друга покататься, чтобы именно почувствовать, то есть, тут надо на уровне физиологии почувствовать. Почему на тренингах, если ко мне приходят девственники, я им говорю, ребята, идите снимайте шлюху, блядь, или там, не знаю, договоритесь с подругой, чтобы она вам дала, там, не знаю, потому что, если человек физически не знает, что такое секс, он, ну, он не знает на уровне ощущений, он не знает, как ему эти, как бы, зачем ему этот страх преодолевать, если он не знает для чего-то, ему надо почувствовать для чего. Посоветуй что-нибудь, вот, ну, обычному, там, парню из провинции, там, с зарплатой, допустим, там, в 30 тысяч, ну, средней, да, возьмем, то есть, вот, сегодня он выбирает жить лучше, да, вот, сегодняшнего дня он решил жить лучше, что ему делать, то есть, ему откладывать, как бы, бабло, то есть, но, там, куда-то в какую-то кубышку копить-копить, или начинать сразу же эти деньги тратить, там, допустим, покупать себе более, там, качественную одежду, там, улучшать продукты, то есть, да, там, более вкусно кушать, то есть, или же, наоборот, то есть, вкладывать в отдельную кубышку, но, как бы, качество, жизни не мне кажется надо это это параллельно делать как-то да то есть сделать какую-то копилку и постепенно начать приучать себя к лучшей жизни причем наверное даже 6 но я бы как сделал я бы 6 пунктов из 10 сделал бы приучать к себя к лучшей жизни а 4 из 10 чуть меньше половины одну как бы уделил бы откладывание потому что ты откладываешь да но если ты привык жрать блять не знаю в столовой номер один там при сельпо да то есть или одевать там джинсы за 300 рублей как бы пока ты в этой привычке они бабки то мне кажется приходить не будут понимаешь что си даже они придут ты не будешь начать с ними сделать блять ща будь здоров тима алё алё на самом деле очень грамотный ответ то есть надо прокачивать жанночка я на метро тот самый как ты там он называл кузнецкий мост а ты вышла на улицу уже вот стой сейчас возле выхода я сейчас подойду прям через арку прошло тут поют а там чувак такой короче стоит какой-то в сером да и поет сейчас я подойду прям рядом с чуваком сейчас я подойду короче ребят я погнал на свиданку с вами тоже надо попрощаться сейчас я вас из тачки высажу выкину вот ребята в общем еще раз напоминаю завтра стартует старт записи на тренинг всего два дня не проебите потому что оплата будет через банк будем вместе менять вашу жизнь насчет того что делать парням там дальше эффектив парням из маленьких городов об этом мы отдельный видос какой-то запилим обязательно откладывать бабки я бы посоветовал это первое то есть в копилочку в какую-то даты пить и немножечко там начинать с того чтобы улучшать качество жизни не знаю Субтитры создавал DimaTorzok